Ольга Кудрявцева – частый гость в лесу. Не пропускает ни один ягодный и грибной сезоны. И так на протяжении 35 лет. С правилами безопасности женщина на «ты». В зеленый массив берет с собой все необходимое. Запасы воды, еды, нож, спички, заряженный телефон. И, конечно, хорошая компания. Одна никогда не ходит. Так веселей и надежней. Знаю уже места, где я не потираюсь. Ну, чтобы выйти. Туда не хожу, где не знаю, я не хожу. А так, где вот выйти, я всегда стараюсь. К сожалению, безопасным правилам следуют не все. В стране большое количество заблудившихся. Классического портрета нет. В роли потерянного оказываются пенсионеры, взрослые, подростки и даже дети. Так, бобруйскими спасателями с апреля найдено 11 человек. Пять из них – несовершеннолетние. Дабы предупредить беду, сотрудники МЧС и Минлесхоза проводят рейды. Вот это самая главная вещь. Ну, понятное дело, ножик, защищенная одежда, вот, и яркая одежда. Вот, чтобы она не сливалась с лесным массивом. В случае, не дай бог, если люди теряются, они должны быть заметны. Запоминаем, а лучше записываем. Отправляясь в лес, обязательно сообщите об этом родным. Не лишним будет установить приложение МЧС Белоруссии «Помощь рядом». Через него можно не только связаться со спасателями, но и найти полезные советы. Поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Особое внимание уделяйте своим чадам. Дети всегда должны быть в поле вашего зрения. В случае, если вы потеряли ориентир и понимаете, что потерялись, не стоит, в первую очередь, паниковать. Не стоит уходить куда-то в непонятном направлении, потому что вы еще больше заблудитесь. Стоит позвонить спасателям и сообщить, в каком направлении вы начинали свое движение. Среди гостей в лесу люди разные. Одни собирают грибы, другие просто отдыхают на свежем воздухе. Это всегда пожалуйста. Главное – не навредить природе. Костер может привести к непоправимому. Мы уже туристы опытные, у нас уже все готово. В общем-то, только сумки собираем и все. Больше нам ничего брать не надо. У нас есть свои уже ящики, упакованные с посудой, палатки упакованные. То есть все, просто взяли и поехали. Все эти правила знаем, как нужно разводить, окопаться, сделать, расчистить вокруг, чтобы ничего не загорелось. То есть мы правила соблюдаем. Когда отдых подходит к концу, необходимо засыпать угли землей, даже если кажется, что костер полностью потух. Все эти правила из жизни. С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 316 возгораний, 45 – в Могилевской области, в Абруйске таких случаев 11 – все по вине людей. Еще одна не менее редкая причина – брошенные окурки. К слову, лесники быстро реагируют и устраняют происшествия. По-разному поступают. Мы видим с камер наблюдения. Местное население звонит МЧС. Мы честно взаимодействуем с МЧС. Или нам звонят. Или наша лесная охрана находит. Лес – место отдыха и источник даров. Чтобы время, проведенное в нем, не закончилось бедой, соблюдайте установленные правила. И самое главное – помните, это касается каждого. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.